Безопасность детей это, пожалуй, самое важное для всех родителей. А что может быть более безопасным, чем детская площадка во дворе? Но, как показывают в последнее время, даже здесь ребенок не может чувствовать себя полной безопасности. На днях был похищен 9-летний ребенок. Мы решили восполнить те события и посмотреть, будут ли реагировать посторонние люди, если со двора будут водить маленькую девочку. Поможет нам в нашем эксперименте 10-летняя Вика. Сегодня она тот самый ребенок, которого разными уловками попытается похитить оператор-репортера Наташа. Итак, начнем. Здесь, возле школы, Наташа сыграет распространенную ложь. Я знакомая твоей мамы. Мама твоя послала, попросила, где ты, кстати, ребят? Ну, я в школу ушла. Мама попросила, просто тебя домой привезти. Просто я не знаю, как тебе объяснить, но просто мама тебя очень ждет и не могла тебя позвонить. Мы с тобой в одном подъезде живем. Я за меня не помню, что... Ну, пойдем, я тебя отведу. Реакции ноль. Может, на площадке мало взрослых, а другие дети заняты игрой? Попробуем более оживленную локацию. Ты в какой школе учишься? С 4-й. Какой? С 4-й. О, прикольно. Я рядом живу. А, смотри, тут простые уровни. Короче, ну, типа тут такая игра. Ты открываешь, надо, короче, гоняться за зомбаками. Вот. Ну, прикольно. Я не знаю, я просто играю в нее уже, наверное, недели две. И у меня все малые тоже играют, там, племянники. И взрослых много, и по разговорам понятно, что Вика с Наташей не знакомы. Может, давай ко мне сходим? Нет? Ну, что ты так? И вновь фиаско. Наша Наташа лишь поймала пару косых взглядов. Максимальное внимание – это просто оглядывались и интересовались, что происходит. Но после этого, или там, когда мы были на площадке с детьми, родители обращали только внимание на своих детей, ну, свое ближе. Или там подростки, которые рядом стояли, просто считали, что я странная, и почему я сажусь там, где много людей. Попробуем подойти еще ближе к взрослым. Вдруг так заметят похищение. Наташа предлагает 10-летней Вике полчаса понянчить сына. Обещает заплатить. Ну, что, рядом, я просто... Надо, правда, сбегать просто. Ну, скоро, ну, давай, пойдем. Она мне предлагала пойти домой, там, у нее трехлетний сын, типа, на деньги еще предлагала мне. И самое обидное было то, что никто не обращал внимания на это. Единственное, даже те, которые люди были рядом. Когда мы подсели к людям, которые были рядом, рядом была мамочка с маленьким сыном, и женщина, и мужчина. Они на нас даже не посмотрели. Как показал наш эксперимент, к сожалению, никто из прохожих не отреагировал на то, что чужого ребенка уводят с детской площадкой. Будьте более бдительными, помните, что чужих детей не бывает. Эксперимент провели Анна Городенцева, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер». Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».